Добрый вечер дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале ТРУ-ДЖИМ И сегодня на ваших экранах развернется настоящая битва без масок, Ибо так называется этот турнир. Ииииииииииииииииииии в красный угол, добро пожаловать боец из нижнего нового команда по просвищу шеф Андрей Кирсона И так на ринг выходит легендарный боец Андрей Кирсанов, человек, который принял этот бой на коротком уведомлении. Этот человек рубился с такими легендами К1, как Питер Айрц и Жером Лебонер. И каждому из них он дал настоящий бой. Андрея Кирсанова всегда отличали отличная техника, неукротимый дух и умение биться до последнего. Добро пожаловать в легендарный боец. Он носит прозвище «Рыжий Тарзан» из Питерфурга. Вячеслав Дацик! Раз, два, три, руль! А вот и Вячеслав Дацик, легендарный «Рыжий Тарзан». Примерно в те же годы, когда Андрей Кирсанов завоевывал титул чемпиона мира по кикбоксингу, на турнирах М1 зарождалась новая звезда. В первом же бою Вячеслав нанес поражение Андрею Орловскому, отправив его в глухой нокаут. Потом он одолел таких легендарных бойцов, как Станислав Нущик и Патрик Девит. Паралельно Вячеслав выступал на различных турнирах по кикбоксингу и тайскому боксу, в том числе и на легендарной арене бойцовского клуба «Арбат». А вообще, Вячеслав Дацик и Андрей Кирсанов провели уже три боя. В двух из них победу праздновал Андрей. В раннем противостоянии по правилам киджитсу победу праздновал уже Рыжий Тарзан. Сегодня их четвертая схватка. Бойцы очень хорошо знают друг друга. Каждый бой, каждый предыдущий бой был настоящим шоу. И именно такого шоу, дорогие друзья, мы ожидаем сегодня. «Арбат» Паралельно Вячеслав Дацик и Андрей Кирсанов Паралельно Вячеслав Дацик и Андрей Кирсанов Паралельно Вячеслав Дацик и Андрей Кирсанов Бойцу 38 лет, его рост 186 сантиметров, а вес 130 килограммов рота, он чемпион мира по кик-джитсу, Дамы и господа, из Санкт-Петербурга, Вячеслав Рыжий Тарзан, Тарасы! Я напоминаю, зато идем позвоночным огнем, бахни работой коленями и локтями, не бьем по лампу. Итак, реферер Артем Тарасов дал последнее наставление бойцам, и сейчас начнется главное событие сегодняшнего турнира. Вячеслав Дацик против Андрея Кирсанова. Андрей занимает центр ринга, проводит он разведку, пытается насти мощный хук, тут же отвечает ему Вячеслав. Старается работать Кирсанов с дистанцией, наносит внутренний лоу, фронт-кик, но отлетает он от Вячеслава Дацик. Еще один фронт-кик, и снова отлетает Кирсанов, как скала стоит Рыжий Тарзан. Пусть, дорогие друзья, вас не смущает, это разница в габаритах между двумя бойцами. И в бою с Жеромом Лебанером, и в бою с Питером Арцем. Андрей Кирсанов был значительно меньше своих оппонентов, но дал двум легендам К1 настоящий бой. Прекрасно знают оба оппонента друг друга. Все же провели не три боя, как я уже говорил. И вот сейчас старые знакомые снова в ринге. С размаху пытался нанести удар Вячеслав, пролетел мимо Андрея. Видимо, что Рыжий Тарзан заряжается на один пушечный удар. А вот задача Андрея, по ходу и планам на бой, будет пытаться отсушить ноги Рыжего Тарзана. Мощный удар, и падает Андрей. Рефери не отсчитывает нокдаун. Продолжается поединок, пытается развергать с дистанции Андрей, наносит мидл-кик в печень. Не пробивает он защиту у Рыжего Тарзана. Дацик наносит неплохой апперкот. Пытается поджимать своего оппонента Андрей. Отходит в угол Вячеслав. Но это для того, чтобы зарядиться на очередную атаку. Клинч. Падает Кирсанов. Снова поднимается он. Продолжается поединок, пытался фронткиком Андрей встретить своего оппонента. И вот начинает уже Дацик поддавливать. Поджимает он Андрея к канатам. Первые два удара не достигают цели, а потом несколько мощных ударов по защите. Зажат в угол Андрей. Дацик намерен закончить бой здесь и сейчас. Удается Кирсанову вырваться. По другому оппоненту готовился Мячеслав. Совершенно с другой тактикой на бой он должен был выходить. Но случилось так, что оппонента поменяли в самый практически последний момент. И вот сейчас ему приходится биться с опытнейшим мастером. Чемпионом мира по кикбоксингу Андреем Кирсановым. Пытался Вячеслав сейчас снова поймать Андрея на удар. Прижимает он сейчас оппонента к канатам. Артем Тарасов дает сигнал продолжать поединок. Снова лоу от Андрея Кирсанова. Дацик пытался идти вперед, натыкается на два фронткика. И раунд завершен, дорогие друзья. Первый раунд завершен. Посмотрим, какие коррективы внесут секунданты. А в углу у Вячеслава Дацик, который настоящий дрем-тим собрался. Видите вы, Зелимхана Тукаева. Прозвучил пулеметчик. Бег Исаков. Артур Шапиев. Также сегодня и пулеметчик, и Бег Исаков бились на этом турнире. Их бои вы в скором времени увидите на нашем канале. И второй раунд начинается, дорогие друзья. Вячеслав Дацик против Андрея Кирсанова. Сразу же ведет в атаку рыжий Тарзан. Кирсанов вновь пытается нанести лоу-кик. Со второго лоу подхватывает его Дацик, обрушивает на канвас. Но это снова не нокдаун. Просто Андрей потерял равновесие. И бой сейчас будет продолжен. Пять мощный лоу от Кирсанова. Вещает ударом по корпусу Дацик. Пытается раскачать ему своего оппонента. Идет на ближнюю дистанцию. Наносит несколько хороших ударов в размен. Кирсанов старается отвечать, но снова падает. И вот это уже, дорогие друзья, нокдаун. Мощные удары Вячеслава Дацико начинают достигать своей цели. Андрея Кирсанова так просто не сломит, дорогие друзья. Это настоящий воин. Эти соперники достойны друг друга. Очень советую вам поискать в интернете их первые бои. Это было настоящее шоу. Настоящее торжество. Силы духа. Идет вперед опять Вячеслав. Наносит такие мощные удары, что даже его это самого разворачивает. Вокруг оси. Очень хочет Вячеслав закончить этот бой нокаутом. Но Андрей не сдается. И он не приехал сюда проигрывать. Напомню вам, дорогие друзья, что счет в их точном противостании, которое длится аж с 2000 года, 2-1 в пользу Андрея Кирсанова. Конечно же, Ляцик бы очень хотел сравнять эту статистику. А Андрей увеличит разрыв. Снова идет вперед Вячеслав. Наносит удар ниже пояса. Ей-нудин рефери остановить поединок. Дает некоторое время на восстановление. Прижми его! Корпус, голова! Прижми, пару раз в корпусе, голову дай! Бег Исаков, как всегда, эмоционален. Что в бою, что в углу. Продолжается поединок. Идет в атаку Вячеслав. Наносит несколько хороших боковых. Опять снова фронткиком и лоукиком пытается сдерживать атаки своего оппонента Кирсанов. Падает он на канвас. Прижми его, там все! Закончишь, прижми его! Ну вы сами все слышали, дорогие друзья. Опять у нас продолжается поединок. Пытается, пытается снова добиться своего оппонента Вячеслав. Выпадает Андрей через канаты. Не выталкивает с канаты! Внимание! Не выталкивайся! Дает рефери опять восстановиться немножко Андрею. И бой снова продолжается. Опять мы видим, вот эта тактика все-таки Андрея понятна. Он бьет несколько лоу. После чего пытается переводить уже на удар руками в голову. А Вячеслав по-прежнему старается подобраться на дистанцию удара и нанести один мощный, разящий пушечный удар, которым он так славен. Зарубились в плинче сейчас два бойца. Удается Вячеславу нанести мощный удар по корпусу. Продолжается поединок. Второй раунд. Подхватывает ногу Вячеслав Дацик, заваливает своего оппонента. Захваты запрещены по правилам данного поединка, как нам сигнализирует Артем Тарасов. Клинчем наносит два мощных удара по корпусу Вячеслав. И наносит мощный удар в челюсть. Падает Андрей. Рефери открывает счет. Ну что ж, посмотрим, сможет ли Кирсанов восстановиться и продолжить схватку. Да, этого парня так просто не согнуть. В своем это не удалось Петру Айрцу. И пока что он выдерживает все атаки Вячеслава Дацико. Второй раунд завершен, дорогие друзья. Продолжение следует... Прижми его и не отпускай. 30-40 секунд, блин. Победа несколько ударов. Все. Присередом. Да. Секунда. Секунда. Итак, третий раунд. Вячеслав рыжий Тарзан Дацик против Андрея Шефа Кирсанова. Мы видим, что пытался опять Вячеслав нанести мощный удар с размаху. Проходит двойка боковых по защите сопернику. Пытается уйти на ногах Андрей. Но Вячеслав неотвратимо приближается. Продолжается поединок. На джеп Андрей отвечает мощным боковым. Вячеслав еще один мощный боковой. Цепились парни в клинче. Наносит хороший апперкот боковой. Пытался зажать в угол своего оппонента Дацик. Но Кирсанов выходит. И вот мощный удар, дорогие друзья. И, наверное, вот теперь уже Андрею будет тяжело подняться. Открывает счет Артем Тарасов. Сумасшедший удар удался Вячеславу Дацику. Пытается, пытается Андрей встать. Ну все, Артем Тарасов принимает решение в бой не продолжать. Это нокаут и это победа Вячеслава Дацика. Ну что ж, аплодируем обоим бойцам за этот поединок. Поздравляем Рыжего Тарзана с победой. Он сравнял счет в противостоянии со своим принципиальным оппонентом. Благодарим Андрею Кирсанову за то, что на коротком уведомлении он согласился приехать на этот бой. Продолжение следует... Бился с Вячеславом, показал настоящий характер мужской. Бойцовский дух, показал технику чемпиона. Но сильнее сегодня оказался все-таки Рыжий Тарзан. Ну что ж, а в ринге уже мы видим Александра Загорского, прославленного ринг-анонсера, который сейчас огласит результат поединка. Минуты и тридцать секунд третьего раунда победу нокаутером одержал Вячеслав Рыжий Тарзан. Тасы! Я поднялся на его сопернику, вышедшему на коротком уведомлении, Андрею Шапу Кирсанову. Ты победитель этого боя. Расскажи, у тебя же должен был быть другой соперник. Ты готовился к другому? Пожалуйста. Слава Руду! Слава Руду! Всем здравия! Ну, мой соперник включил заднюю. Как видите, его здесь нету. Вот. Готов был снимать маски, но испугался боя. Испугался, что я набрал форму. Он видел мой бой, судьбой боя с Тарашиной. Я думал, что у меня нету дыхалки. Когда он увидел, что я набираю форму, человек просто включил заднюю и начал менять договоренности. Сам себе решил, что у него контракт увеличился в 4 раза. После чего еще шлет в маке. Ну, так делают бойцы, когда у них жим-жим, когда они не хотят биться. Итак, Вячеслав Дацик празднует победу в этом поединке. И мы поздравляем его с этим. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Труджим. Вас ожидает еще много всего интересного. Вас ожидают бои с турнира «Битва без масок». Следите за обновлениями, следите за новостями. А комментировал сегодня для вас Александр Шлудяков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы. И приглашаю вас на свои будущие события. А с вами был Рин Голомсов Александр Заковский. Всем мира и добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...